Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. Друзья, всем привет. Время у нас 6 утра. Мы с мамой приехали на рынок за фруктами. И через 2 часа я уже выезжаю в аэропорт. Вот так на рынке проходят торги с утра. Оптовые закупы люди делают. Такой гул стоит. Я ничего не могу разобрать, что он гундит тут. Поэтому они понимают и покупают фрукты. А мы идем тоже за фруктами. Взяли 2 арбуза. Здесь они по 15 тысяч, а в магазине, по-моему, 25. Даже по 40 я видела тогда. Виноград. Короче, много-много всяких пакетиков с фруктами. Мандаринки, яблоки. Потом дома покажу. Так, вот мандарины. Все, едем домой. Сейчас дедушке телегу отвезу. Красненькие яблочки. Желтые. Бананы. Винограды две коробки купили. Груша. Корейская груша. Там у нас что-то мандаринки и здесь два арбуза. Все, 95 тысяч вон. С утра палил дождь прям таким ливнем, сплошной стеной. Я надеюсь, задержки рейса не будет, потому что у меня стыковочный рейс. Вплотную. Смотрите, какая красивая зона для ожидания. Смотрите, какая красивая зона для ожидания. Из одного аэропорта в другой. Здесь прилетает, здесь вылетает. У меня время ровно час остался, но я уже зарегистрировалась, поэтому я успеваю. У меня багажа нет, кроме ручной клади. Но все равно я бегу, тороплюсь. Новосибирские люди уже в шапках, ходят вовсю, так что я не зря оделась. Я, конечно, упрела пока в Узбекистане была, но в Новосибирске холодно. Последние минуты ожидания. Наверное, вот автобус стоит. На улицу холодно, зима прям чувствуется. Приближение зимы. Финишная прямая. Я уже дома. Миллион дел с утра у меня, поэтому сейчас попью чай. Я успела уже помыться. Немножко, наверное, посплю и поеду по делам. Собственно, зачем я сюда и прилетела. Сгоняла уже в магазин. Вчера у меня, когда я приехала, был такой ужин. Чем бог послал? Это была булочка у меня с самолета. Масло с самолета и джем с самолетом. Сегодня я сходила, закупила продуктов. Взяла творог. Яйца. Это хлебцы, мажетель, сыр. Так, взяла сосиски. Их поджарю я просто. Взяла кильку. Икра трески. Так, еще я взяла всякие конфетки. Это, может, гости приедут кто-нибудь. Чаем угостить. Так, еще конфетки. И здесь у меня груши, яблоки. Яблоки, кстати, сезонные. Я думаю, что они вкусные. И булка такая. В принципе, все, 1200 рублей. Я дошла до опеки. Сейчас узнаю, какие документы мне нужно собирать. Следующая неделя будет все побегами по организации. Чего мне не ответили. Сказали, приходите в часы приема. У них он в понедельник и в среду. По два часа. Вот так вот. Но у меня есть телефончик. Поэтому я им сейчас наберу. Теперь иду в банк. Открыть счет на Алексея. Для сделки по квартире. И в агентство, которое ведет нашу сделку. Хочу сходить в магазин бытовой техники. Посмотреть колонку Алису. И узнать, подключится ли вообще она в Южной Корее. Хаюшин день рождения подарить. Столько разных робот-пылесосов. Я, короче, посмотрела колонку Алиса. Стоит 35 тысяч рублей. Которая подключается к телевизору. Наверное, ее и буду брать. Вот здесь. Вот есть маленькие. Но это просто колоночки. А это вот подключается именно без Wi-Fi к телевизору. Чтобы можно было управлять телевизором. Мультики там включить или еще что-то. А ты, Санечку, думаю на день рождения. Вот в следующем году такую приставку взять. Но пока думаю об этом. Зашла в детский мир и вышла вот с таким пакетом. Набрала всего для Хаюши. Для Санечки ничего интересного не нашла. Поэтому для Хаюши всяких штанов и кофт. Покажу вам, что Хаюшечки прикупила. Остальным детям не переживайте. Я тоже купила одежду. Но я заказала ее в Корее на Купанге. Всех одела детей. Так что никто не обделен у меня. Это Хаюша футболочка. Она уже все увидела по видео. Ей все понравилось. Но она модница. Она любит, когда ей делаем покупки. Штанишки такие утепленные. Еще одни штанишки. Она так быстро растет. Такая длинноногая. Наверное в папу. Поэтому я и беру уже размер 110. Хотя ей еще трех лет нет. Так. Вот такие штанишки. Тоже такие бархатные. Такие лосинчики. Но они тоже такие плотные прям. Кофточка. Кофточка тоже такая теплая внутри. На замочке, чтобы удобно было в садике снимать. И пуховичок. Но он, конечно, не для российской зимы. Но для корейской вполне подойдет. Хотя, может, и для российской. Я не знаю. Я не читала инструкцию. Вот такие вот вещички я и прикупила. Больше, надеюсь, ничего не буду брать. Но дети ждут киндер-сюрпризы. Алексей ждет кирьешки. Настя тоже какую-нибудь ерунду пожевать ждет. Поэтому. Но это я думаю, что я куплю в Узбекистане. Потому что не хочется тащиться с России. И багаж, тем более, покупать мне не охота из России. А у меня багаж из Узбекистана есть. Включен стоимость. Вещи обошлись 6 тысяч рублей. Ну, я думаю, нормально. Такие вещи достаточно качественные. Все почти бренда Футурина. У Алексея, кстати, мы начали бренд этот покупать. Еще когда Алексей был маленький. Футурина. Мне очень нравился. Ну, помимо вещичек, я еще купила Тесанчику с Хиюшей. Это Тесанчику. Циферки писать, буковки. Это игра. Наверное, пока что больше для Тесанчика. 100 нескучных игр. Всякие головоломки. Хиюшки-резинки. И Тесану с Хиюну. Такую азбуку. С песенками, стихами и т.д. и т.п. Короче, в Маршак здесь стихи. Азбука в стихах. Но взяла еще одну кому-нибудь на подарок. Это мне обошлось все в 2 тысячи рублей. Вот так. Короче, деньги уходят сквозь пальцы. Друзья, вот это погодка. Идет снег. Но я тепло одета. Поэтому мне зима не страшна. Все занимаюсь, бегаю документами. Остались последние-последние моменты. Главное, мне не заболеть. Потому что у меня еще в выходные одно небольшое путешествие. Я уже была, конечно, в этом городе. Но всего лишь в аэропорту и проездом. В этот раз я буду там 2 дня. Еду по работе, естественно. Ну и хочется посмотреть этот город. Мы хотели поговорить про момент с субтитрами. Мы ищем варианты, как сделать для всех лучше. И субтитры в любом случае будут, возможно, автоматически включаться-выключаться. Мы ищем варианты. Спасибо за ваше беспокойство. Кому-то они сильно мешают, кому-то вообще не мешают. Ну, всем, как говорится, не угодишь. Поэтому, ну вот пока такой у нас только вариант. Надеюсь, придем к чему-то общему для всех удобному варианту. Вы знаете прекрасно, что монетизации на YouTube нет. И 2 года вести канал без какой-либо монетизации, конечно, тяжело. И многие блогеры это бросили. Рекламы на моем канале практически нет. Если она есть, она 1 раз в год. Вот сейчас я сотрудничаю с Альфа-банком. И, естественно, какая-то реклама будет. Ну, я не думаю, что настолько тяжело смотреть рекламу 15-секундную, что прям вот нужно возмущаться по этому поводу. Ой, какие крупные хлопья пошли. В любом случае, YouTube тоже требует каких-то затрат. Поэтому я трачу свои деньги, ни у кого ничего не собираю, не прошу, не беру. Поэтому, друзья, ну надо как-то входить в положение и понимать это. Смотрите, как снег разошелся прям. Зима-зима. А я иду в паспорт и стол, чтобы выписать себя и детей. И прописать в другой квартире. Грязь и снег. Чудесно. И белые ботинки мои. Закончила я с документами. Переоделась. Сейчас поеду к своей маленькой племяннице съезжу в гости. Завтра я улетаю на три дня. Вернусь в воскресенье. Точнее, в понедельник утром. Закончу все дела с документами. И полечу уже в Корею. По дороге заехала я в магазинчик. Что-нибудь купить в племяшке. И хочу вообще посмотреть себе сапоги. Зашла в обувную посмотреть обувь. Но мне вообще ничего не нравится. Вот вроде такие сапожки более-менее. Но вряд ли я их буду потом носить. Сколько? 13 тысяч рублей. С обувью вообще, конечно, сложно. Мне вообще ничего не нравится. Я хотела какие-то сапоги. С широкой голяшкой. Но все в обтяжку. Сапоги не нашла. Пойду игрушку посмотрю. Или что-нибудь для малышки. Смотрю какие-нибудь музыкальные штучки. Не знаю, что взять. Вроде кажется качественные. Поближе смотришь. Но прям китайщина, конечно. Поэтому все рассматриваю. Взяла вот такого пингвинчика. Он рассказывает стишки, сказки и песенки. Я думаю, что для 6 месяцев это самое то. Просто слушать какие-нибудь песенки да сказки. Еще хотела какую-нибудь силиконовую посуду взять. Но почему-то здесь вообще ее нет. Кроме пластиковой нет больше никакой посуды. Все пластиковое. Странно, сейчас так популярна силиконовая посуда. А ее вообще нет даже. Не то, что про выбор какой-то. Даже хотя бы одного наборчика нет. Силиконовую посуду закажу в Корее. И бабушка привезет внучки. Вообще просто я удивлена. Если честно, я думала, что выбор есть. Все, зайду возьму тортик. Подарочек взяла. И поеду в гости. Так, вроде здесь магазинчик есть кари. Я, если не ошибаюсь, это обувной магазин. Поэтому забегу, сапоги гляну. Выбор уже побольше. Но пока что я не вижу, что мне могло понравиться. Вот, смотрю, две модели. Вот такую. И вот такую. Но мне, если честно, не нравится. Мне не нравится на этой модели, что здесь какая-то горбинка идет. Что-то такое непонятно. В принципе, каблук нормальный. Вот эта модель мне больше нравится, но тоже что-то в ней не то. Не знаю, что не то. Может, каблук чуть-чуть бы повыше. Так, этих цена 6,5. Этих 6. Больше и нет выбора, в принципе. Все-таки вот такие ботинки. Дома померяю еще с одеждой. Если не понравится, сделаю возврат. Попила я эти ботинки. Еще мне, представляете, дали в подарок вот такую подвесочку. Не знаю, серебряная или простая. Я сказала, если я возврат буду делать, сказали подвеску, можете себе оставить. Все, едем в гости. Дождь разошелся. Я купила тортик, яблочки. И сейчас поеду на трамвайчике. Надеюсь, не заблужусь. Вот принцессушка наша напугалась. Вот моего громкого голоса. Красотка. Кукла ты, да? Ты кукла? Стишки будем слушать, да? Зайка-помогайка. Жил-был зайчонок. Евушка. Красота. Красота такая. Красота ты такая, да? Вот так вот в плачь. Пойдем плампим. Это Милана. Она нянька. Хорошая. Для Евушки. Это вот мой брат с женой и с Евочкой. Без света я тебя не увижу, видео не сниму. А там будет света. На Ютуб не попадешь. Вот такой танцор у нас. Диско. Женя там жарит мясо. А мы с Евушкой. Красотой. Красота моя. Нилаша. Вот так телефон надо, да, тебе? Ну ладно, подрастешь. Подрастешь? Папашка нам нажарил мясо. Евушка будет мясо кушать. Все, ей телефон интересно. Телефон ей надо, а не мясо. И никто ей не нужен. Она уже поелась мясо. Приятного аппетита. Спасибо. Булечка сладкая. Вкусно. Вкусно. Все, она улетает. В Москву, потом в Корею. Я буду там учить корейский, китайский, израильский и татарский. Айда. И немножко татарский. А прямых рейсов нет? Все, пока, малышка. Пока. Смотри, камеру включай. Она сразу успокаивается такая. Да? Камера ей нужна. Позируй на камеру. Да? Ты ко мне хочешь? Ты со мной пойдешь? Молодец. Телефон, конечно, нужен. Ей не я же. Ну все, пока-пока. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Я успела на последний автобус, поэтому еду домой. Сейчас соберу вещи, посплю часика четыре и буду собираться в аэропорт. От снега не осталось и следа. Я добралась до дома. Все вещи мокрые, дождь закончился. Здесь надо посушить. Так, ну и что, померяем ботинки. Подойдут, не подойдут. Кстати, блин, лететь мне с чемоданом не хочется. Я лечу всего на два дня. Это моя косметичка. И там у меня косметики немного. Там всего румяна и крем. Но мне надо обязательно с собой взять фен. Потому что без фена я не могу. А с чемоданом мне не хочется лететь. Я знала, что лечу, но ничего с собой такого легкого. Не знаю, сумка, рюкзак не взяла. Поэтому не знаю даже, как полететь. Мне не с пакетом же в руках. Так, ну померяем ботинки. Либо я их сдаю, либо оставляю. Короче, девочки, зацените ботинки. Я не знаю, оставлять или нет их. Выглядит это как-то так. Если честно, мне не очень нравится. Я бы хотела сапоги-трубы. Нет, все-таки сапожки я решила сдать и поискать сапоги. Я хотела сапоги-трубы. Поэтому эти сапожки мне не очень нравятся. Они хоть и натуральная замша, но не хочу. Не нравятся мне. Каблук чуть-чуть бы повыше был, я бы оставила. А так мне не очень нравится. Такая высота каблука. Друзья, а с вами я прощаюсь до следующего влога, который будет начинаться с завтрашнего дня. Всем пока-пока!